Ну, не то чтобы мы сейчас чего-то новое будем рассказывать, возможно, для вас многие вещи будут знакомы. Потому что для того, чтобы обсуждать какие-то вещи действительно новые, необычные, неизвестные для вас, это мы должны прям вот взять какой-то такой узкий сегмент, его прям предметно начинать разбирать. Нас, наверное, интересуют такие вещи, что можно сделать с банальным освещением, ну вот, то есть лампочку повесили, вот те освещения, да. Сейчас все раз в стройке там делали, а тут сейчас все стали вдруг эти трековые светильники сделать. Вот что можно сделать, чтобы уйти от этого и создать красоту, да, но другими способами, вот было бы интересно. Всех приветствую, меня зовут Наталья Копцева, я светодизайнер, здесь мой коллега Василий Тарасенко, мы компания LUMICON. В светодизайне мы очень давно, около уже там 18 лет, и можно сказать, что это стало дело нашей жизни. Мы очень увлеченные люди, фанатеем за всю эту историю, всегда пытаемся найти что-то новое и нестандартное. Последний год для нас был достаточно успешным, мы выиграли на дубайском конкурсе, заняли первое место своим проектом, и вообще мы настолько увлечены, что практически каждый год номинируемся на какие-то международные премии. И сегодня мы здесь вместе с коллегами, которые занимаются интерьерами, расскажем о каких-то особенностях и базовых вещах, что можно сделать в интерьерном освещении. Ну, основным спикером буду я, Наташа будет меня поддерживать. Наша сегодняшняя тема – это освещение жилых пространств. Для нас она, прямо скажем, не свойственна, потому что мы больше занимаемся какими-то наружными инсталляциями, хотя интерьерами мы занимаемся также. Но жилыми интерьерами мы занимаемся крайне редко, потому что обычно этим занимается дизайнер интерьеров, и они занимаются всем сразу в своих проектах. И довольно редко мы подключаемся как консультанты по свету или как дизайнеры. Хотя считаем, что это было бы полезно, особенно в проектах ответственных. И больше наш разговор – это такой манифест обсуждения базовых требований, задач при устройстве световой среды в совершенно маленьких локаций, таких как квартиры, дома, студии и так дальше. Но свет – это то, что окружает нас. Мы совершенно не можем жить без этого, во всем случае не можем жить полноценно. И солнце нас научило жить в этом мире, видеть всё вокруг. Но получается так, что вот даже мы сейчас, несмотря на солнечный день, находимся в помещениях, в пещерах, может быть, если с точки зрения наших предков. Но тем не менее, вот мы давным-давно себя уже загнали в какие-то локализованные пространства, которые страдают от недостатка освещения или его вовсе нет. Взять какой-нибудь торговый центр, например, там люди белого света вообще не видят целыми днями. Но при этом должны как-то жить и жить по возможности комфортно. Ну или офисы, когда, например, вот здесь сейчас у нас солнечный свет только от двери, откуда-то оттуда поступает, а здесь мы под лампами находимся. И вот весь день мы фактически находимся под искусственным освещением. Ну так получилось. И получилось это благодаря ученым, инженерам, первооткрывателям. Мы получили сейчас достаточно, несмотря на короткую эволюцию освещения, ну 150 лет взять, получили сейчас невероятные инструментарии, невероятные возможности в части искусственного освещения. И вот мы себя полностью ими окружили. Вот такие слайды, которые демонстрируют, что в целом-то здесь мы даже солнечного света-то не видим. Ну, может быть, там на одной-двух картинках. И то он больше такой поддерживающий, амбиентный, а основной свет — это свет искусственный. И в этом смысле, коли уж мы так решили для себя, как человечество, что ну да, вот те, кто живет в городах, кто работает в офисах, коли уж мы решили себя осознанно огородить стенами, мы должны создать такое световое пространство, которое будет для нас комфортно, внутри которого мы будем себя чувствовать удовлетворенно, счастливыми и полноценно жить в них. Прежде чем говорить о интерьерах, интерьерном свете, самая основная мысль заключается в том, что, вот я ее здесь, в общем, обозначил, что все, что делается, должно делаться осознанно, что любой интерьер и любое пространство, в котором мы планируем находиться более-менее постоянно, оно нам принадлежит, и мы можем его моделировать, мы должны все делать осознанно, мы должны понимать, что мы на самом деле хотим. И вот взять, например, дизайн пространства. Каким он будет? Мы хотим хай-тек, мы хотим модерн, мы хотим что-то в скандинавском стиле. Мы должны построить внутри своей головы или там в виде каких-то, может быть, модбордов, каких-то картинок из Пинтереста, неважно из чего, какую-то такую вот для себя идеализированную картинку, оболочку, которую мы будем осознанно наполнять. Это касается не только света всего остального, предметов, интерьера, мебели и так дальше. И, конечно, есть какие-то вдохновляющие источники, каталоги Икея, которые, ну, я считаю, для людей, которые, можно сказать, их большинство, которые живут в обычных квартирах, которые не стремятся создавать какие-то прям супер особые пространства. Здесь, кстати, можно, наверное, разделить, на мой взгляд, людей, которые покупают себе квартиру на две категории. Первый – это те, кто вселяется в такую white box, то есть, ну, квартира приспособлена уже для жилья, то есть есть какая-то минимальная отделка, там какие-то базовые инженерные решения, там, ванна, санузел, электричество, отопление и так дальше. А есть те, кто не въезжает в квартиру до тех пор, пока не сделает там полностью ремонт, не обставит все мебелью и не задекорирует. И вот для каждого из этих людей или семей, для каждой категории потребителей есть, ну, какой-то свой путь. Ну, в любом случае он начинается с идеи. Я сразу, можно вопрос задам, раз я сказал, что можно задавать. Вот получается, ты, Гришут, выбирается стилистика, делается какой-то модборд, а это тоже влияет на выбор освещения как-то? Или способ освещения? Это влияет на выбор, безусловно, потому что, когда вы видите первые картинки, ну, вы в целом сначала получаете эмоцию. Такие, да, я бы вот хотел жить в этом. Или, ну, рано или поздно в вашей жизни появляется какая-то картинка, которая вас цепляет и говорит, и вы сами себе говорите, о, прикольно. И вы начинаете уже там создавать какое-то такое предварительное портфолио своих идей, своих желаний, мечты, там, в которой вы хотите жить. Я думаю, что рынок сейчас настолько перенасыщен в плане даже бытовых каких-то светильников, что стилистика интерьера, она также может издавать стилистику для именно системы освещения. Это имеется в виду выбор самого прибора или способ освещения разных? Я думаю, что и то, и то. На самом деле, если ты настолько хорошо и тонко чувствуешь, что такое скандинавский свет, на эту тему тоже можно порассуждать. То есть мы сразу представляем какие-то фьорды, закаты, рассветы, то есть какая-то все равно система ценностей, свойственная для какого-то региона, она все равно выстраивается. И вот эту вот систему градиентов, мягкостей, переходов, ты, в принципе, как дизайнер, можешь перемещать непосредственно в интерьеры. Потому что свет – это, по сути, инструмент дизайнера. Это не конкретная лампочка, это не конкретная, вот ты думаешь, так, здесь будет такой светильник, здесь такой светильник. Ты думаешь все равно какими-то объемами, плоскостями. То есть светодиодная индустрия нам позволяет сказать, что сейчас свет очень гибким стал. Это гибкий инструмент. Это как система плоскостей. Ну, то есть ты хочешь сказать, что с помощью света ты можешь создавать любое настроение. Но чтобы понять это настроение, надо посмотреть… С чего-то нужно начинать. Ты ищешь какую-то образную составляющую. Это у нас третья серия будет. Это очень интересно. Да, я продолжил. Аташа, спасибо. Очень, кстати, интересная мысль, которую мы разобьем, наверное, за следующей чашкой кофе. И самая первая, да, это идея. Есть идея, есть Икея. Окей. Ну, не только. Куча других ресурсов. Пинтерест, который откроет вам массу визуальной информации, которую тоже можете взять для вдохновления. И вот это вот все также может создавать какое-то определенное впечатление. Те, у кого есть возможности, они могут посещать, например, Евролюча, Салони и так дальше. Есть разные люди. И если есть возможность поехать и прямо вот впечатлиться какими-то достижениями дизайна высокого уровня, это тоже приветствуется. Это намного круче, чем смотреть картинки в интернете. Потому что часто, кстати, картинки не, так скажем… Не дают относительно. Да, они обманчивы. Как и многое в сети, это такой… Ну, это все фейк, так или иначе. Идеализированные картинки, хорошие ракурсы. Я сам иногда даже ловлюсь на мысли, что вот я нахожусь в своей квартире, находясь в ней, не ценю какие-то вещи, которые меня окружают. Но при этом, когда мы делаем фотографии в нашем доме или еще что-то, какие-то, может, свои перестановки там фиксируем. Я думаю, блин, прикольно. Я, похоже, что-то видел. Это совершенно разные ощущения. Ну, и те, и те ощущения имеют место быть. И обязательно, конечно. И вот мой следующий лозунг – «Не ходите в магазин голодным». Это касается всего. Не ходите с продуктами, когда вы голодный. Ну, в общем, не совершайте какие-то импульсные вещи. И уж тем более не ходите за светом в магазин. То есть, если у вас есть задача повесить какую-то люстру, не делайте выбор внутри магазина. Он с очень высокой вероятностью будет обманчив. Во-первых, вы с какой-то вероятностью придете в масс-маркет, где нет классного дизайна, где вам придется выбирать все по месту, где вы не поймете, насколько там люстра или еще что-то хорошо светит, насколько она яркая. Потому что там все ярко, там все очень контрастно, там очень визуально шумно. Вы можете прийти даже там в какой-то строительный магазин, совершенно базовый, но уже с пониманием того, что вы хотите там найти. И вы можете там это не найти. Может, что-то вам удастся раскопать вот в этих вот огромных шоурумах. Но это должно происходить не там. Вот ваш выбор должен происходить до. Если вы не можете сделать выбор, спросите тех, кто вам может помочь. После того, как вы собрали идею, вы должны либо пойти к дизайнеру, дизайнеру интерьеров. Если у вас есть возможность, вы можете пригласить консультанта по свету, или он может быть частью команды дизайнера интерьера. Это не так важно. Или пытаться разобраться в предмете самостоятельно, понять, где там купить диван, как его поставить, где сделать отделку, и как помещение. Как разобраться в освещении, в конце концов. И это на самом деле одна из самых сложных инженерных задач. Потому что, например, тот же водопровод, он у вас есть уже, но все, что вам нужно, присоединить смеситель и как-то там с этим разобраться относительно несложно. Это то же самое там отопление касается каких-то, может быть, других вещей. Вот, может быть, вы кухню сами не соберете. Это, очевидно, тоже сложно. Или какую-то корпусную мебель. Но свет, эта штука сложная. И она может вам помочь в ваших каких-то там ежедневных занятиях по дому и просто в отдыхе. А может вам мешать создавать, да. Можно получить прям огромное разочарование. Сейчас имеется в виду, что имеется в виду инженерия, то есть как провода соединить или нет, или именно выбор. И выбор, инженерия, это всегда второе. В первую очередь, вы должны понять, что вы хотите на самом деле, и какими методами... То есть какие светильники мы берем, куда они светить будут, каким способом там светить и какое-то понимание получить. Не будет ли это раздражать? Да, и какой эффект? Вот, допустим, я хочу шинопровод. Он модный, сейчас их все делают. И что дальше с этим шинопроводом буду делать, вот это большой вопрос. Потому что, ну, мы вернемся к этому. А тогда отсюда сразу следующий вопрос. Ты говоришь, обращайтесь к профессионалам. Вот ты кого имеешь в виду профессионалами? Это консультанты в магазинах? Потому что, следуя логике, не ходи голодным, то есть, ну, то есть ты туда приходишь, тебе консультанты начинают продавать то, что вот у тебя здесь есть. И они больше, в общем-то, ничего и не знают. Да, консультанты в магазинах это самый такой базовый низкий уровень ваших помощников, которые чаще всего вам не помогут вообще ни с чем. В лучшем случае, может быть, покажут, типа, вот у нас тут лампочки, вот тут люстра. Помощники могут быть дизайнеры интерьеров. Зависит от вашего достатка, если вы имеете возможность пригласить полноценных профессиональных консультантов по свету, для дизайнеров интерьера, воспользуйтесь этим, не стесняйтесь. Это нормальная практика на самом деле. А вообще по свету, кого правильно в интерьерные проекты приглашать, по правилам, ну, вот как бы вы сделали, то есть, кого бы вы позвали и на каком этапе, чтобы они помогли дизайнеру, ну, потому что дизайнер зачастую тоже не во всем разбирается, многих вещей не понимает, на самой первой встрече клиента с дизайнером интерьеров все, что говорит клиент, должен слышать консультант по свету. Точно так же, наверное, как консультант по мебели или еще чему-то. Есть какие-то совершенно такие вот фундаментальные части любого интерьера, которые сложны, ну, есть специалисты, которые занимаются декором, есть специалисты, которые занимаются, там, как это называется, я не знаю, или не помню, вернее, кто организует хранение порядок. Ну, понятно. И эти люди есть, и они все должны понимать и слышать, что хочет человек в своей квартире. Мне вот, знаешь, кажется, возникает острая необходимость консультанта по свету, как минимум, когда уже есть объем. То есть, если у вас есть формированное пространство, то на этом этапе, на этапе интеграции, принятия каких-то именно пространственных решений, что будет где, вот уже нужен консультант, потому что когда идет этап зонирования, ну, как бы не очень по-каналу, да. Ну, можно даже, наверное, уже на этом этапе, потому что по большому счету, вот мы там дальше покажем, светодействительно зонирования. Ну, то есть, это в том или ином виде. Да. Ну, и вот здесь следующие такие блоки, я их условно разделил, там, какие-то базовые правила. И, ну, первая мысль заключается в том, что даже если у вас суперограниченные возможности в устройстве световой среды вашей, вот эта вот система освещения, даже если вы живете на съемной квартире, у вас все равно достаточно возможностей. и я, честно говоря, из тех, кто любит вселяться в уайтбоксы, то есть, это... Чтобы экспериментировать. Да, это дает возможность гибкой смены интерьеров, или как это там, ну, вот смена локаций. Можно из одной комнаты в другую переехать, если их несколько, например, легко. Можно что-то подвигать, поменять. Когда у вас квартира уже, или там, ну, любое ваше жилье уже изначально с дизайн-проектом, и кровать должна стоять здесь, там кухня будет, кухня это что-то супер монолитное, ну, допустим, из каких-то комнат. Шкаф здесь, кровать здесь, стол здесь, и это все подчинено, этому всем подчинена, допустим, вся отделка, но уже маневров не так много, и поэтому больше, как раз, ну, мы это называем чистым холстом, холст для творчества. И вот консультант в сети даже больше болезен в этих случаях, потому что решение нужно принять настолько точно, что, чтобы человек, который живет в квартире, там, в жилье, который вот он создал целиком, и уже въехал в готовое, чтобы он не заскучал в нем, там, через один-два года, или не было сделано ошибок, каких-то, которые будут фатальными, и ничего нельзя будет изменить, в том числе и с инженеркой, ну, даже, тут доджер-донлайт какой-нибудь, встроенный не в том месте, приведет к тому, что нам нужно там менять потолки, или что с ними делать, вот, либо менять этот светильник, поэтому каждое решение, все должно быть выверено, каждый там, угол в квартире должен быть осмотрен. Ну, вот, со светом, сложность в чем заключается, что пока ты не включишь в комнате, которую ремонтируешь, ты не понимаешь, как он светит, то есть, откуда все эти ошибки, да, то есть, во-первых, не понимает, с какой интенсивностью, куда это будет, какие тени там будут давать, не будет ли он слепить, потом еще покупают, там, разные температуры могут набрать, да, например, там, холодный, теплый, и там вообще непонятно. Да, и вот, когда квартира собрана уже, ну, условно будем считать, что большинство из нас живет в квартирах, когда квартира уже собрана, как дизайн-проект, и все светильники закуплены, все они там имеют какие-то технические параметры, размеры, дизайн, они уже достаточно неповоротливы в части, там, какого-то апгрейда. Если мы заезжаем в white box, у нас люстра, она мне понравилась, или лампочки слишком яркие, или мощные, излишние, можем там диммер какой-нибудь поставить, или купить другие лампочки, это не будет так затратно, и в конце концов, мы можем всегда экспериментировать, поэтому с пустых квартир всегда проще, и вот такие, в этом смысле, как бы, ну, как бы сказать, она пропагандирует вот это больше. Я хочу еще добавить, что для консультанта по свету, на самом деле, вот многие вещи, они очевидны, то есть, ну, мы визуально, даже если сетельник не включен, мы знаем эффект, но это в силу того, что действительно, ты очень давно работаешь со света, то есть, поэтому у тебя в голове есть некое прогнозирование, то есть, твой выбор, как специалиста в этом, он будет более осознан, то есть, у тебя меньше вариантов ошибиться, тебе не надо пробовать, естественно, потом есть там мука, мы все это знаем, да, то есть, когда идет уточнение, решение, но на этапе выбора нам его сделать намного проще в силу того, потому что это просто наша работа. Да, ну и плюс, конечно, мы пользуемся каким-то инженерным стаффом, там, расчеты делаем, например, мы очень хорошо читаем каталоги, то есть, мы понимаем уже на выборе, видя светильник, мы понимаем, как он будет работать с очень высокой, как вот, правдоподобностью, и вот Наташа, она дизайнер, и она, допустим, делает визуализации световых каких-то решений, и они довольно точны, потому что человек этим занимается всю жизнь, и уже понимает, как свет распределяется в пространстве, как он ложится на поверхности, с какой интенсивностью, углами, там, и так дальше. и если говорить о каких-то базовых, там, задачах светодизайнера, то здесь можно говорить о том, что достаточно каких-то совершенно простых вещей, которые уже создадут необходимую сетовую картину. Я не призываю к тому, чтобы мы все побежали, там, условно, Блю Руа, покупали там, очень важен дизайн, в первую очередь, там, к сожалению, его нет, там, в лучшем случае, есть какие-то имитации, реплики, довольно плохие на вид, наверное, и там, ну, типа, вот, всем понравился лофт, давайте там делать какие-то, вот эти вот, из проволоки намотанные штучки, вот, хотя вот на моей картинке, здесь мы видим просто обычные, такие вот бумажные шары, и это более изящные решения, в том смысле, что оно близко, например, там, к культуре восточного дизайна, например, там, взять на Гуччи, можно купить, сейчас не знаю где, раньше можно было купить такой шар, и, например, его вот задекорировать, создать вдохновляющую какую-то свою собственную идею, но при этом здесь мы видим, не знаю, пусть будет это флосс, я не знаю, реплика или нет, и вот здесь есть несколько совершенно базовых, каких-то светильников, которые уже создают необходимые решения, если мы говорим о даже съемной квартире, если у вас нет своей мебели, или она есть у вас в каком-то количестве, вот здесь я показал, например, там, светильники Картель и Толомео от Артемида, иконы светодизайна, иконы светильников, и я призываю не там искать какие-то реплики, какие-то вещи похожие на хороший дизайн, мне кажется, более честно, даже по отношению к самому себе, найти оригинал, если нет возможности приобрести новые изделия, можно найти на ресейле хорошую люстру или светильник 70-х, 80-х годов, или даже такие можно купить, они все еще работают, работают отлично, и это будет хороший такой акцент, которым вы будете гордиться, который будет доставлять вам такое эстетическое наслаждение, и он будет с вами, у меня, например, дома есть совершенно базовые светильники, очень недорогие, но есть несколько светильников, которыми я горжусь, и они, я считаю их там, пусть я там занимаюсь светодизайном, но даже если бы я был обычный человек, мне было бы, наверное, приятно владеть там светильниками Инга Мауэра, например, или какими-то там даже лимитированными светильниками, или даже базовыми светильниками Икеи, который создал не какой-то там неизвестный китаец, или еще кто-то, а который создал настоящее полноценное бюро, которое сделало для Икеи светильник, а для какой-нибудь там немецкой железной дороги целый поезд, или еще что-то, это классно, ну, когда понимаешь историю светильника, то начинаешь его больше ценить, начинаешь понимать, о да, блин, прикольно, вот так вот почему вот эта вот штучка здесь, это там, или, например, светильник, который я очень ценю, подарок Наташи, она его купила вообще на барахолке, Наташа, где, я не знаю, это невероятное изделие, такой хедмейк классный, который вот просто является частью моей жизни, и я всегда радуюсь, когда его вижу, ну, или вот, опять же, возвращаясь к таким вот шарам, это на Гуччи, он стоит 500 евро, но, или возьмете обычный шар, это тоже будет что-то очень похожее, вы можете его задекорировать, как на Гуччи, можете, нет, это на ваш выбор, создайте историю, а второе, это баланс, свет, в нашей повседневной жизни, вот мы выйдем на улицу, мы никогда не будем думать, если, конечно, нам не сильно дискомфортно, о том, что солнце вокруг нас, и вот оно освещает, это так, это ярко, это не ярко, солнце сбалансировало окружающее пространство, оно для нас привычно, и когда мы приходим в помещение, мы эти ощущения в себе все равно никак не можем изменить, это как бы суть нашего восприятия, и вот этот баланс, он также должен и в интерьере присутствовать, конечно, в виде освещения, о чем мы сейчас говорим, и вот, очевидно, это какой-то рендер, но он мне очень понравился, в том смысле, что здесь мы видим достаточно немалое количество источников света, но вся световая картина сбалансирована, нет каких-то ярких пятен, но при этом мы читаем акценты, мы читаем зонирование, вот здесь зона, там, приема пищи, вот здесь зона отдыха, какой-то световой декор, незначительный, там, какой-то свет из-под вот этой вот отделки стены проявляется, и таким образом ее как бы отодвигает, еще более, как скажем, наверное, создает дополнительную ценность к этому декору, что вот, посмотрите на него, или тут полочки, например, и это классно, и это создает вот такой вот эмоциональный баланс, и от дома мы ведь в основном отдыхаем, за редким исключением, мы приходим домой для того, чтобы эмоционально разгрузиться, и когда у нас сбалансированный свет, это, конечно, нам в этом помогает, мы на это не отвлекаемся, как минимум, и не раздражаемся, а свет, это достаточно мощный раздражитель, не только там, как это может быть, стереотипно, но и с точки зрения физиологии, есть какие-то совершенно базовые механизмы восприятия, например, там холодный свет вырабатывает у нас больше кортизола, а теплый больше мелатонина, зачем нам кортизол вечером, ну, конечно, если мы не хотим работать до ночи, и это как не наш такой Red Bull или такой допинг, который помогает нам быть более бодрыми, нам нужен отдых, нам нужен больше мелатонина, или, например, там какой-то пульсирующий свет, который раздражает периферическое зрение, и таким образом мы также получаем какие-то гормоны, которые связаны с тем, что мы должны быть на стрёме условно, как наши предки, особенно это касается женщин, потому что у мужчин больше туннельное зрение развито, а у женщин периферическое, и, ну, мы охотники, а это вот защитники, то есть мы, это не какие-то истории, это не шутки, это настоящие правила нашего понимания окружающего пространства, поэтому, если вас жена пилит каждый вечер, может быть, освещение плохое, я не знаю, но такое бывает тоже, наверное, или вот там какая-то картина из каталога, наверное, Давиды группы, и вот мы видим, что здесь есть некоторый дисбаланс, но он продиктован именно вот какой-то такой вот пирамидой, когда в центре внимания у нас это дерево, аккуратно встроено в архитектуру, дизайн, и в интерьеры, по большому счету, и вот есть там какой-то такой арт-объект в виде луны, и кабинет, и вот все, выглядит достаточно гармонично, и даже человек, который не является специалистом, я думаю, на уровне ощущений тоже все это понимает так же, как я, просто он не может донести это какими-то, может быть, более предметными тезисами, или вот такие, здесь тоже все сбалансировано, это обычная картинка, но при этом мы видим здесь, что есть несколько источников света, которые мы также можем миксовать, которые создают довольно любопытную картину для восприятия, не скучную, кому-то важно находиться в стерильном пространстве, кто-то это любит, минимализм, мы эти картинки еще тоже увидим, вот кто-то, очевидно, чем-то там, шитьем занимается, здесь можно сказать, наверное, что здесь также живут дети, еще что-то такое, вот, люди принимают гостей, потому что есть какие-то стулья, которые не используются сейчас, и мы понимаем, например, архитектуру пространства, там вот кухня, очевидно, там тоже есть свет, который является привлекательным, теплый, рабочая лампа, торшер какой-то, очевидно, верхний свет, и все это очень мягко, сбалансировано, и мы полностью ощущаем это пространство, полностью ощущаем каждый элемент декора, и они нам доставляют удовольствие, ведь мы их выбирали, они наши, мы какие-то чувства испытываем к ним. В принципе, много источников света, да, то есть это не единый, как раньше было общепринято, люстра и все. Да, одна люстра, да, это очень плохая история, когда у вас есть какая-то одна люстра, но она вам нужна только, может быть, для того, чтобы прибраться или собрать чемоданы, но она совершенно разрушает пространство. Ну, здесь я лукавлю немного, потому что если бы мы открыли шторы, то было бы все то же самое. Свет в этом смысле помогает пространство трансформировать, сделать его, чуть другим, и вот это вот восприятие своего жилья сделать более устойчивым, сделать его чуть-чуть новым, какие-то вносить изменения, просто за счет того, что мы миксуем какие-то светильники, этот включили, сегодня это не включили. Говоря о балансе, я вот такую картинку показал, мы работали над этим проектом, очень классный, и вот здесь мы видим очевидный дисбаланс, что есть какие-то явные световые пятна, но при этом, если разобраться, то мы можем понять, что, во-первых, здесь есть вот такой вот портал, там есть свой свет, который очевидным образом нам говорит о том, что да, там есть что-то, куда нужно, да, то есть есть какой-то ориентир. Также мы видим довольно развитый такой, световой инсталляцию над камином, и это не светильник уже в чистом виде, это арт-объект, это элемент декора, и мы приветствуем такие решения, но считаем, что они должны быть очень такими как бы разовыми, очень точечными, потому что если все будет там, вся квартира будет в Ониксе, это как будто бы вся квартира в коврах, вот, это слишком выглядит тупо и пафосно, но совершенно неинтересно. Или вот, допустим, тоже второй это объект, это известный такая, как ручной работы светильник, его может сделать, кстати, каждый, я расскажу, как он сделан, но я не знаю, где вы найдете вот эту чашу казан, но вы можете взять там вот монтажную пену и вот так вот напшикать, взять две ложечки, вот там вот это они, там поставить за них там лампочки или стадиоды, покрасить все в золото, это будет полноценный арт-объект, это будет реплика, безусловно, но такая вот идея была у дизайнера, он довольно известный в Италии, ну, это тоже способ, например, там выделить свое пространство, но, конечно, не стоит в скандинавский интерьер такой вот впихивать, это будет совершенно неуместно, и мы видим здесь несколько спотов, которые совершенно незаметны, может быть даже, и они в жизни так же выглядят, здесь нет никакого там, как это, фотошопа или еще чего-то, они встроены, источники света углублены вверх, для того, чтобы снизить, или исключить видимость источника света, как яркого объекта, здесь все на переотражениях, и мы видим, что здесь есть акцент на диван, причем на его центр, хотя, по большому счету, это не очень правильно, потому что здесь, наверное, больше как бы на людей должны направлять свет, чтобы люди хорошо выглядели, а не были такими вот супер тенями до подбородка, но здесь история такова, что с этой стороны люди сидят, смотрят на экран телевизора, с этой стороны люди сидят, смотрят на камин, они не общаются друг с другом, здесь специально такой двусторонний диван, здесь люди общаются с окружающим пространством. То есть, по сути, получается то, что свет, он определенным образом еще и слепил форму, то есть, в том или ином виде мы же воспринимаем окружающий мир благодаря тому, что есть освещение. И вот, кстати говоря, здесь, если вы просто смотрите картинки с интересом, можете попасть в эту ловушку, что вот у вас есть тоже диван, вы поставили над ним светильники, и оказалось, что они вам совершенно не нужны, они мешают спрятать, потому что у вас другая конфигурация, у вас по-другому расставлена мебель и вообще в этом пространстве иначе взаимодействуете с ним и с людьми, которые в нем находятся. И вот, также по сказке, дизайнеры по свету, консультанты по свету очень важны в этом смысле. Ну и вот несколько еще примеров, как можно, наверное, удачно создавать какие-то световые такие вот арт-инсталляции. Это могут быть там хорошо какие-то естественные природные материалы, как Onyx, как некоторые другие, или полноценные решения, как вот Vibia, оригами, например, так можно сделать на стенах, что-то еще купить. Это линия Light, специальные такие вот штуки классные, которые тоже получили. Это такие вот модули из гипса и в складках находятся источники света, каждый из них управляемый. Можно создавать такие вот панно наборные, мозаичные. По них цвет демируется, да? Меняется, да, да, да. Можно создавать такую вот даже меди-инсталляцию, что ли. По-моему, там даже пультик какой-то. Да, да, да. Это не какие-то... Там игрушка получается. То есть ты дома еще можешь... Да, и причем есть предустановленные сценарии, что очень важно. Вы можете сами моделировать. Это очень классная игрушка. В некоторых случаях уместная. Я, к сожалению, не нашел какой-то такой в контексте интерьеров более-менее интересного такого изображения. Но если вы погуглите, то у производителя линия Light вы найдете это. Эта штука очень прикольная. Ну и совсем уже там для, допустим, суперискушенных людей и, наверное, финансово более обеспеченных решения, где нет вообще естественного освещения. Вот эта система Койлюкс, которая по-прежнему считается, наверное, уникальной. Я видел... Светильник. Да, это светильник. Это светильник. Да, это не дырка в потолке. Это светильник, встроенный в потолок. Но он работает таким образом, что он с очень высокой правдоподобностью имитирует солнечный свет. Как сама поверхность это, так и свет, который сквозь нее излучается. вы даже можете видеть, как будто бы солнце. То есть вы видите светильник, он как будто говорит о том, что там за этой панелью солнце, а там нет ничего, там просто потолок, перекрытие. И эта штука, я не знаю, может она двигаться или нет, но совершенно точно она создает максимально похожий на солнечный свет свет искусственный. Я видел несколько реплик, они мне показались не очень удачными, но в целом эта штука работающая. То есть вы в подвале можете сделать себе полноценное, ну, такое вот, как будто естественное освещение. Следующая, это естественная среда, что здесь я подразумеваю. Вот хороший тоже слайд. Это коридор спа-комплекса. Это место, где вы отдыхаете, и это как будто бы место, там есть купель, или что-то на природе находится. И вот, находясь там, кроме каких-то физических ощущений, вы, конечно, получаете эмоциональные дополнительные ощущения за счет того, что видите, ну, и слышите тоже, там это есть. Но вот, такая вот невероятно простая, с одной стороны, но сложная одновременная инсталляция, как там вот специально подобранные светильники, которые создают вот эти вот блики, такой муар на поверхностях. Свет сквозь какую-то текстуру. Свет проходящего с текстурой. Вот это все выбрано инженерами на основе идеи дизайнера. И здесь и дизайн светильников имеет значение, и светораспределение, и все характеристики светильников также. и поэтому мы почему с Наташей работаем вместе и довольно успешно. Как считается, что Наташа за визуальную часть отвечает больше, я отвечаю больше за техническую, хотя мы понимаем друг друга. То есть, я, наверное, смог бы что-то придумать и Наташе, выбрать светильники. Но, тем не менее, каждый из нас является экспертами в своей части. Вот. И вот, когда происходит такая вот коллаборация, картинки становятся очень ну, решением такими завершенными, качественными. Или вот, допустим, простой коридор для тех, кто не любит детали, тех, кто любит простоту. И мы здесь видим всего два источника света, но они выполняют совершенно невероятную работу, кроме того, что они нам открывают пространство, но они еще являются элементами навигации. И вот один спот, который и пол освещает и пространство вокруг за счет переотражения, также дает понимание, что есть вот две дверных ручки, очевидно, есть две двери, но здесь кто-то очень любит минимализм, совершенно такое вот стерильное пространство. И вот есть второй спот, и там тоже входная дверь, и там есть очевидно, какое-то движение дальше, то есть два донлайта, которые никоим образом не разрушают вот эту идеализированную картинку, минималистичную, дают нам очень много информации. Ну, вот это из плохих примеров, я очень не люблю такие решения, и терпеть не могу ленту в интерьерах, когда ей там чертят все подряд, это ужасно, на мой взгляд. Как инструмент, это круто. Источники света на ногте мизинца можно размещать уже готовы, как светильники, но и в том числе светодиодная лента это невероятный помощник в том, чтобы там выделить какими-то там решениями, какие-то особенности интерьеров. Но когда происходят вот такие вот супер банальные какие-то истории, это очень плохо. Во-первых, это выглядит супер тупо и дешево, во-вторых, это очень ярко, и мы говорили о балансе. И человек в это все он это все видит, конечно, можно что-то задимировать, наверное, но вот этот вот паттерн, он в любом случае останется навсегда, даже если выключить, все равно эти полосы не будут проявляться. Ну, это такой креатив на троечку. Или вот такие вот решения, ну, наверное, кому-то единицам тех, кто устраивает свои интерьеры, это прям супер нравится. я думаю, что этим людям нужно прекращать что-то употреблять, потому что это ненормально жить в таких интерьерах. И более того, я допускаю, что кто-то один может это сделать супер осмысленно и намеренно, но судя по этой картинке, человек даже не имеет возможности управлять этим пространством. Оно создано для него, оно работает автономно. И это такой вот типичный пример, как из ничего сделать ничего. Я не знаю, я не эксперт, допустим, по диванам, мне, наверное, трудно сказать, насколько он сделан классно, но на вид вроде бы он неплох, можно чилить. Вот, но совершенно тупые примеры. Вот эти дунлайты, все расчерчено, все цветное, какой-то странный светильник, тоже из масс-маркета на стене, кирпичная накладка, ну, в общем, это такая лютая вкусовщина. Вот. И вот мы опять выдохнули, и все, у нас классная картинка. Это можно на контрасте оценить, что хорошо и что плохо. Там, допустим, такой коридор или вот такой. И вот мультисценарность, то, о чем мы начали говорить, когда у вас есть whitebox, вы можете эти сценарии моделировать по ходу дела, как вы живете, у вас не приколочена кровать к полу и светильники в целом вы можете двигать. Но когда у вас такая вот уже завершенная композиция, едва ли вы можете даже там развернуть на 180 градусов эти декоративные растения или там что-то поменять. Это будет как минимум, наверное, затратно. Во-вторых, это потянет за собой смену всего интерьера. Но что можно сделать даже в таких случаях довольно сложных? Мы видим, что здесь есть несколько источников, в несколько групп источников света. Есть домлайт, есть какая-то такая вот закарнизная история, эмбиентные подсветки разнообразные. И миксовые их, включая то одни, то другие. Мы можем создавать разные образы, которые хотя бы пространство смогут как-то оживлять и ситуативно его трансформировать. Даже есть полупрозрачная дверь, за которой возможно есть санузел или дверь в коридор. Я не знаю. И тут что-то есть даже оставляя какой-то светильник там в виде силуэта это тоже создает определенную сценарность, драматизм и какой-то опыт и впечатление также доставляет вашу жизнь. Ну если вот мы говорим о whitebox интерьерах, то это вот я взял картинки из инстаграма и человек просто спрашивает у своих подписчиков как вы думаете как лучше и вот он начинает миксовать вы видите он торшеры подвинул поменял один светильник туда-сюда подвигал и вот казалось бы эта работа на несколько может минут она творческая она людей интересует она их ну как вдохновляет люди это любят безусловно особенно когда такие развитые интерьеры сбалансированные спокойные но при этом очень подвижные вы можете свою квартиру каждый раз менять так как вам хочется просто поменяв кресло перенеся его с одной комнаты в другую ну конечно это не всем интерьером типом интерьеров свойственно очевидно ну вот у него даже например люстра висит на своем месте но с ней он скорее всего уже ничего не сделает не торшер подвинуть или стол вот